Ну, как, почему? Во-первых, у вас изначально было что? Земледельное скотоводство, правильно? Так, ладно, да-да, это так и было. Вы сами представитель какого этноса? Этноса? Да-да. Я русский. Русский? Да. А у вас что было развито в средние века? Это же не средние века? Ну, а у вас крепостное право когда отменили? В 1861 году. А что, нет? Чего понятно, а вы разве не знали об этом? Нет, вот у вас интересуется, это же ваша история. Так это была наша общая история. Это был Советский Союз, этого не знаете. Советский Союз? В 1861 году Советского Союза не было же. Была Российская империя. Александр Первый был. Ага. Царь. Ну, при чем здесь общая история? У нас не было никогда крепостного права. И что? Ну, то есть, ничего общего тут нету, я хотел сказать. Ну, то есть, вы хотите сказать, что вы, Казахстан, совершенно достаточная цивилизация, которая может прожить без России легко. Правильно? Без России легко. Как мы будем без России жить, если вы географически, вы с нами соседничаете. И у нас есть общие границы. Понимаете? Ну, вы-то хотите жить отдельно. А как понять, мы сейчас... Сейчас мы вместе живем, да? Ой, да сейчас уже не вместе. Вы пытаетесь от нас отделиться, мы нет. Я считаю вообще, что... Ну, понимаешь, я родился в 1961 году. Для меня казахи, узбеки, татары, таджики, грузины, армяне, эстонцы. Это мы, это Советский Союз. Меня учили так в детстве. А вы теперь считаете, мы разные. Пошли вы в жопу, потому что вы нас эксплуатируете. Да нет. Ну, не было. Нас так не учили. А вас так учили. Советский Союз, когда он рухнул? В 1991 году. Ну, после этого мы взяли независимость. Мы суверенное государство. От кого вы независимы? От всех? От всех. Ну и живите тогда от всех, если вы независимы. В смысле живите? Ну, а как еще сказать? Вы начинаете наезжать на... Я вот, например, видел, что... Мы начинаем наезжать. Не, ну, я вот видел, например, в интернете. Может быть, это фейки. Не знаю. Казахи наезжают на русских, говорят, а вы, казахские, не знаете, пошел вон отсюда, там, туда-сюда. Не знаю. Может быть, это... Ну, смотрите, давайте я вам объясню. Давайте я вам объясню эту ситуацию. Я же вам при начале нашей беседы объяснил, что у нас наравне с казахским в государственных органах используется русский язык. Правильно же, да? Теперь, смотрите, также вот в местах общего пользования, в местах обслуживания людей казахи... У нас есть сейчас казахоязычные граждане, которые не знают русского языка, которые переехали с Китая, с Ирана, с Афганистана, с Турции. То есть, они не знают русский язык. Их обязаны обслуживать на казахском государственном языке. У вас же государственный язык русский в России. То есть, вы можете представить себе ситуацию, вот вы пришли в магазин, и вас не обслуживают на русском языке. Как вы к этому отнесетесь? Или это происходит систематически? Отгадаю из трех раз, как я к этому отнесу. Конечно же, отрицательно, правильно же? Вы же спросите цену, вы спросите характеристику продукта, вам не ответят, вам скажут, там, если продавец другого, представитель другого этноса на своем языке, что-то непонятно вам скажет, то есть, вы будете недовольны. Правильно же, да? Также, вот у нас в законодательстве казахоязычные граждане имеют право получать обслуживание на своем родном языке. Это прописано в законе. Их ущемлять никто не имеет права, понимаете? Так же, как и русскоязычных людей у нас никто не ущемляет. Но у нас в основном ущемляются казахоязычные, потому что есть представители там некоторых вот в сфере обслуживания, вот продавцы может где-нибудь, которые не могут им ответить на государственном казахском языке, понимаете? Тем самым ущемляя казахоязычных граждан. Вот проблема в чем. Понятно. Слушай, а почему такой проблемы не было в Советском Союзе? А, ну, ты не застал. Ладно, я понял. Нет, я застал, я застал Советский Союз, я был маленьким, потому что была массовая русификация. У нас не было казахских школ. В городе Алматы я жил, была одна единственная казахская школа. Около 700 казахских школ закрыли. Это достоверная информация. Можете ознакомиться с этим везде. Ну, да, да.